здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня хочу вам показать мастер-класс по декорированию пасхального яйца вот я уже почти его доделала я сейчас вам покажу сам механизм как оплести яйцо я выложу ссылочку в описании а сейчас мы я вам покажу как мы изготовим вот такие украшения и как и дальше доделаем наш декорчик и так что нам еще для этого понадобится для декорирования нашего яйца нам понадобится вот такие лепесточки двойные для таких лепесточков нам понадобится отрезочки атласной ленты 5 на 5 в данном случае у меня влезло 13 штучек и беленький тоже 5 на 5 тоже 13 штук 5 на 5 13 штук для вот такого колосочка нам понадобится ленточка два с половиной на два с половиной вот таких отрезочков для каждого колосочка нам понадобится тоже 13 штучек для одного и 13 для другого для подставочки я использую вот такую крышечку вот так ее декорирую атласной ленточкой то есть я ее подклеиваю подклеиваю бока и вот такой у меня получается красивый декорчик как подставочка и с этой стороны я проклеиваю ленточкой 1 и 2 сантиметра полностью по кругу беру потом то есть тут беленькая а тут желтенькой также я хочу сделать очень красивой из вот такой что это стразовой шины мы сделаем буковки х в то есть христос воскрес и сделаем крестик как декорчик и так приступаем к изготовлению наших лепесточков слаживаем атласную ленточку вот таким образом треугольничками а теперь я ввожу один в один сделаю делаю небольшой тут зазорчик и слаживаю еще раз вот такой лепесточек у меня получается но так как у нас крышечка не сильно высокая можно кстати взять отрезочки ленточки 4 на 4 так как я здесь отрезаю большой кусочек поэтому очень хорошо спаиваем горяченько и отрезаем с этой стороны если расходится еще раз подпаяли так как нам необходимо не сильно большой оставить зазорчик хвостик оплавили нашу заднюю часть и вот теперь мы можем его сюда подклеить вот таким образом чтобы он не выглядывал за нашу крышечку и вот полностью по кругу у нас уже сделаны лепесточки теперь сделаем маленькие лепесточки слаживаем пополам треугольничек еще раз и еще раз получается такие маленькие лепесточки сейчас мы его ровненько сделаем и краешки спаяли с этой стороны мы тоже подрежем и оплавим заднюю часть и теперь мы сделаем доделаем наш колосочек вот так мы по две штучечки склеиваем клинит подсух чуть-чуть теперь мы его подклеим вот сюда аккуратненько завели и можно тут приезжать колосочек почти готов остался только верху один лепесточек мы его тоже так подклеиваем прижимаем и вот наш лепесточек готов симметрично нашему второму лепесточку мы его тоже подклеиваем в данном случае сюда и тут тоже наносим на первый то есть так внесли сюда поглубже а теперь с этой стороны мы проклеиваем и вот так выравниваем и вот такие колосочки по краям у нас уже есть теперь осталось нашу праздничную надпись сделать для наших буковок я буду брать вот такие отрезочки наших страз то есть вот у меня на 7 как раз стразиков я сейчас подклею серединку маленькую капельку убираем где мы намечали и аккуратненько клеим вот так под углом теперь мы можем аккуратненько вот она подклеилась нанести капельку клея на каждую остальные стразики вот мы подклеили первую полосочку буквы наши х теперь я беру по три стразинки тоже аккуратненько тут маленькими наклеиваю и теперь от них вот таким образом мы проклеиваем букву х с одной стороны точно так же с другой стороны для буковки В я беру подбираю вот 6 нам понадобится я отрезала но смотрите здесь есть ворсиночки как я убираю ворсиночки я вот так зажимаю пинцетиком потому что если в руках то оно оплавляются и не только эти ворсинки но и вот так обязательно зажали вот я их опалила со всех сторон аккуратненько опаливайте чтобы вот эти перепон очки между ними они тоже не подпалились иначе оно согнется нам надо ровненько наносим клей и ставим буковку В начинаем есть теперь точно так же мы сейчас подберем вот у меня есть кстати вот изогнулась вот так они начинают изгибаться теперь нам нужно между ними с одной стороны ниточки подрезать чтобы они могли повернуться я сейчас обрежу и мы сейчас проверим это наверное на большую у меня пойдет В да мы наверное на большую вот так ее сделаем вот так красиво а на маленькую у нас тогда на одну меньше мы сделаем и так сейчас я его приклею вот мы сделали и верхнюю палочку ну верхний кружочек только я не пять а четыре и начинала я не от палочки горизонтальной ну вертикальной а от вот этой серединочки вот первой бубочки и вот так четыре вот так у нас получилось Христос воскрес с этой стороны мы сделаем крестик тоже берем стразовую нашу шину примерим вот у меня восемь как раз есть и очень как раз нам подойдет этот размерчик наносим сначала вот так палочку и с той и с той стороны мы сделаем крестик и вот готов наш крестик вот такое красивое яйцо на подарочек либо поставить как декор спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал и до новых встреч до скорого